Всем привет друзья, с вами Беркли и сегодня у нас будет установка и обзор мода для игры Red Dead Redemption 2, а именно Ленни Симпл Трейнер. Это наверное самый интересный и самый простой в использовании трейнер и наверное самый удобный. В этом трейнере вы сможете много чего сделать, а именно спавнить себе любую лошадь какую захотите, также сможете заспавнить себе охранников, добавить себе суперспособности, такие как прыжки, возможности новые, неуязвимость, а также сможете добавлять себе оружие, взрывающие пули, пули которые возгораются при попадании, телепортироваться в любую точку Red Dead Redemption, а как вы знаете карта Red Dead Redemption очень большая и этот трейнер нам в этом поможет, ну и много чего другого. Давайте для начала перейдем к установке его в наш Red Dead Redemption 2 и потом уже перейдем к полному обзору данного мода, а вернее трейнера. Нам надо перейти на сайт mod.rtr.com и скачать отсюда этот Ленни Симпл Трейнер. Нажимаете здесь Download This File. Далее скачиваете последнюю версию, то есть 14 или на момент скачивания, который у вас последний, нажимаете Download. Здесь нужно подождать пару секунд, 4 или 5 секунд и тогда начнется скачивание, видите наш трейнер скачался, также скачиваем скрипт хук Red Dead Redemption 2, нажимаем здесь Download. Все мы скачали, переходим к установке, нажимаем показать папки. У нас есть все эти два архива, архивы я буду распаковывать с помощью программы WinRAR, если у вас ее нету, тогда ее установите. Потом откройте корневую папку из Red Dead Redemption 2. Games или где она у вас находится, Red Dead Redemption 2, там где находится у вас ярлык. И сюда где у вас ярлык, надо скопировать сначала скрипт хук Red Dead Redemption 2, открываете BIN, DINPUT8DL закидываете сюда, где у нас ярлык и скрипт хук RDR2 тоже закидываете сюда. Далее открываем метод LanySimpleTrainer и эти все файлы просто берем и перебрасываем туда, где у нас находится тоже ярлык нашей Red Dead Redemption 2. И в принципе все, наш мод успешно установлен, можем его запускать. Запускать вы можете как обычно, просто запустив через Rockstar Social Club или просто запустив ярлык. Также я напоминаю, что с этим модом нельзя заходить в онлайн, те файлы, которые вы скопировали, просто удаляйте и тогда вы сможете зайти в онлайн. Но если вы попытаетесь как-то зайти в Red Dead Redemption Online, вас могут за использование модов забанить, поэтому лучше заходить только в сюжетку. Итак, друзья, я уже нахожусь в Red Dead Redemption 2, уже зашел я в игру, я нахожусь возле дома Джона Марстона. Ну и давайте протестируем этот трейнер, LanySimpleTrainer. Для того, чтобы его запустить, вам надо нажать клавишу F5 на клавиатуре, это верхняя, самая верхняя клавиша F5. И видите, у нас запустил SolanySimpleTrainer 1.4. Управление здесь стрелками, выбор Enter, ну и запуск на F5, как вы видите. Итак, давайте разберем самые основные возможности. Здесь вы можете изменять возможности персонажа, оружие. Это вкладка оружия, вкладка охранников, вкладка спавна лошадей, спавна обычных людей, тампедов. Спавна Вехкласс, то есть автомобилей, ну и здесь нету таких, как таковых автомобилей. Здесь есть дилижансы, так сказать, или такое оружие там есть некоторое. Телепорт у нас еще есть, тайм и везе, настройки мира. А также вы сможете здесь Reload Zetting, то есть сбить все настройки и поставить их по умолчанию. Итак, давайте начнем с первой вкладки, это Nosplier. То есть все, что касается нашего персонажа, Джона Марстона. Здесь вы можете его очистить, то есть если он куда-то упал, загрязнился, нажимаете просто Enter и он будет чистый. Я покажу для тех, кто, возможно, у кого-то с английским не очень, поэтому расскажу по возможности все. Эта вкладка добавляет вам неуязвимость, включаете ее, нажимаете на правую стрелку вернее и вот так вот у вас будет God Mode. То есть можете сейчас играться, то есть вам ничего не будет, даже если вы упадете откуда-то там еще или вас пристрелят. Следующая вкладка также Super Good Mode, то есть тоже ее можете включить. В принципе такая вкладка Never Wanted. Убрать розыск или сделать так, чтобы вас никогда не искал шериф, полиция, Predator Redemption, законники и тому подобное. Super Jump это Super прыжок, давайте ее включим и посмотрим, что он нам дает. Видите, чем больше вы удерживаете клавишу пробел, тем выше он будет прыгать. Вот так. Если меньше, вот так, то он на меньшее расстояние прыгает, на меньшую высоту. То есть в принципе довольно-таки интересная штука. Если вы не можете взобраться на какую-нибудь скалу, просто взяли, включили себе Super Jump и просто ее перепрыгнули. Следующая возможность, если я не ошибаюсь, это чтобы вас игнорировали пэды, то есть чтобы с вами не разговаривали и тому подобное. Как вы знаете, много чего, вот когда вы заходите в Red Dead Redemption, в какой-то город, к вам обращаются, как в реальной жизни. И если вы включите Everyone Ignore Player, тогда эта возможность даст вам полный игнор. Также Unlimited Stamita, то есть бесконечная выносливость, включаете ее и у вас будет бесконечная выносливость. Даже если вы будете прыгать, она не будет уменьшаться у вас. Как видите, она у нас даже не показывается. Unlimited Dead Eye, то есть если вы ее включите, вы сможете бесконечно включать замедление и стрелять в кого-то. Допустим, у вас какая-то перестрелка, включили замедление, всех там убрали и в принципе все. Видите, у нас замедление времени, которое находится вот самое третье справа на карте, оно у нас не уменьшается. То есть вы можете сколько угодно пользоваться этим. Unlimited Dead Eye называется. Штука довольно-таки полезная, особенно когда вы проходите миссии. Следующая возможность Model Scala, то есть изменить высоту вашего персонажа. Вот, к примеру, вот так. То есть вы изменяете, допустим, добавляете и просто вот меняется высота. Я уже слишком добавил. Вот так я думаю, что нормально. И ребята, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот так, в принципе, нормально. Три метровый у нас Джон Марстон. Тоже, если вам надо куда-то быстро добраться, вы можете себе увеличить рост и таким образом добраться куда-то быстрее. Или с кем-то вам нужно быстро разобраться. Включили себе этот большой рост. И такая, ребята, у нас возможность. Также сама она работает и в обратную сторону. То есть просто вы можете себе ее уменьшить на максимум. Давайте посмотрим, какая у нас максимальная. Вот такой вот у нас человечек миниатюрный получился. Дальше, гендер, принадлежность гендерная. Это есть и мужчина или и женщина. То есть мало это мужчина, а мало это женщина. И give a money, это уже добавить себе немножко денег. Допустим, 500. И нажимаете себе Enter. Видите, денюшка у нас добавляется. Тысяча и так дальше. Change Honor, это я не знаю, честно говоря, что это значит. Но, в принципе, я думаю, что это не столь важно. Но остальные возможности я вам покажу более кратко. Давайте посмотрим. То есть Weapons. Здесь вы можете добавлять себе оружие. Give Weapons. Вот, к примеру, один из минусов. Это то, что оружие некорректно отображается у нас. То есть видите, одно оружие себе добавили. Наверное, из-за того, что транслит и тому подобное. Вот добавили себе еще одно оружие. И так дальше и тому подобное. Можете таким способом себе добавить любое оружие. Ну, разве что методом тыка. Потом Unlimited Ammo. То есть это у нас бесконечные патроны. Вот так. А также бесконечная перезарядка. Давайте ее сразу же протестируем с вами. Как видите, ребята, у нас Джон Марстон даже не перезаряживается. То есть можем нормально стрелять, перестреливаться. Также эта штука работает. Даже если у вас два пистолета. И не важно, какое у вас оружие. Что ж, давайте рассмотрим следующие возможности. Инвизибл. Эта возможность добавляет вам невидимые пушки. К примеру, вот так. Видите, у нас невидимые пушки. Мы с них стрелять тоже можем. Также у нас еще одна возможность. Explosion Ammo. Она добавляет нам взрывные пули. Давайте себе поставим это. Видите, ребята, насколько взрываются наши пули. Вот так, допустим, здесь, здесь, сюда, вот так. Далее есть еще Super Explosion Ammo. Включаете ее и смотрите, насколько будет большой взрыв. Как будто это танк. Тоже возможность довольно-таки полезной. Есть и на вас напали зомби и тому подобное. Ну и под конец еще с оружием это загорающиеся пули. Давайте их протестируем. Допустим, вот здесь. Видите, пули у нас загораются. Вот, выстреляем и от них получается огонь. Также здесь вы можете настроить себе частоту удара от оружия. То есть, насколько сильно будет большой урон от оружия и тому подобное. А также здесь вы можете выбросить пушку, если она вам не нравится. Просто берете Drop Current, нажимаете и пушка выбрасывается. Смотрите, вот я выбросил здесь пушку. Далее следующая возможность Body Guards. Она добавляет нам возможность спавнить охранников. Нажимаете спавн Body Guards. И здесь вы можете себе выбрать, какого типа будут охранники. Outfits 3 это, допустим, такой охранник. Outfits 2 это вот такой вот у нас охранник. Они вам могут помогать в каких-то схватках или на охоте, если на вас кто-то нападет. Здесь вы можете также добавить им оружие или сделать On-Armed. То есть, чтобы они спавнились безоружные. Также можете изменить расположение ваших же охранников. Насколько сильно или далеко они будут от вас расположены. То есть, просто себе регулируйте Set Formation. Также можете добавить им Invisible, то есть, неуязвимость. Супер Год Мод и тому подобное. Все, что в принципе касалось даже нашего персонажа. Чтобы удалить охранников, просто нажимаете Dismiss Body Guards. И охранники уйдут куда-то подальше. Дальше у нас вкладка Horses. Здесь вы сможете спавнить любую лошадь. Допустим, вот эту вот. И сразу же плюс в том, что вы спавнитесь на ней. Если вы забыли свою лошадку дома, не страшно. Вы себе можете заспавнить любую. Также один из плюсов в том, что вы сможете даже перенести на нее седло и приручить ее. Добавить неуязвимость. Добавить гендерную принадлежность. Добавить безлимитную выносливость. Ну и тому подобное. Далее здесь Spawn Pad. Здесь вы сможете заспавнить любого пэда. Допустим, Player Zero. Это у нас Артур. Как видите, он, ребята, заспавнился. Или, допустим, мышку заспавним. А нет, это не мышка. Это у нас какой-то лось. Ну и одна из самых интересных вкладок это Вехклес. Давайте покажу вам, что она из себя представляет. Spawn Вехклес. Здесь этого всего немного, но оно очень интересное. Это различные дилижансы, как вы видите. Вот второй дилижанс. Далее дилижанс для законников. Ну и, конечно же, вот последние. Это у нас уже идут пушки. Само собой, из которых вы сможете стрелять. Давайте одну из них также самопротестируем. И попробуем выстрелить. Конечно же, игра в сюжетке не блещет такими орудиями. И этот трейнер нас спасает. Давайте выстрелим в это дерево. Как видите, ребята, все нормально работает. Можем играть и веселиться. Что ж, я, пожалуй, ее оставлю. Так же самое вы можете добавить им неуязвимость, невидимость или отремонтировать. Ну и еще одна вкладка, это вкладка телепорта. Здесь вы можете телепортироваться на свою метку. Допустим, поставили метку на карте, куда вам угодно. Допустим, вот сюда. Далее нажимаете F5 и To Waypoint. И вы телепортируетесь на свою метку. Или, допустим, телепортироваться на любую локацию. К примеру, Валентайн. Из минусов то, что идет довольно-таки длинная прогрузка. Или, конечно же, Роудс. Но прогрузка также зависит от вашего FPS в игре. Давайте телепортируемся еще к Уфо. Насколько я понял, это НЛО. Но пока что я его здесь не наблюдаю. Ну и другие такие самые популярные локации здесь тоже присутствуют. Одна из которых тоже остров Гуарма. Также, ребята, здесь в этом трейнере вы сможете изменить время. А также погодные условия. Допустим, Санни, Оверкаст, Оверкаст Дарк и тому подобное. Различные погодные условия, которые вам доступны. В принципе, их здесь довольно-таки много. Даже можете себе включить снег. Также можете отключить погодные условия, чтобы они у вас не изменялись. Это Фризи Везе. Настроить настройку ветра и тому подобное. Ну и еще одна настройка. Сет тайм форвард и сет тайм бэквардс. То есть, чтобы время пошло немножко вперед или назад. Это поможет вам настроить время, которое вам нужно в игре. Или же полностью остановить время в игре. Чтобы оно у вас не менялось. Ну и буквально-таки последняя настройка. Это настройка мира. Ворд. Здесь различные такие настройки. Там Animals для зверей. Austin Sniper. Я не знаю, честно говоря, что это значит. Какой-то тест. Но давайте его попробуем. Скорее всего, это какая-то мини-игра. Но она у нас почему-то не заработала. Ну и в принципе на этом у нас все. Такой вот у нас получился довольно-таки интересный трейнер. И самое главное, что он очень удобный для игры в Red Dead Redemption 2. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите в плейлист на канале Red Dead Redemption 2 моды. Также, как установить такую графику, у меня есть уже видео на канале. Смотрите мои более старые видео по Red Dead Redemption 2 моды. Всем спасибо за просмотр. И до свидания. Всего хорошего.